Параграф четырнадцатый. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Рассмотрим систему N материальных точек, движущейся в инерциальной системе отсчёта под действием внешних и внутренних сил. Для каждой точки системы составим уравнение, выражающее теорему об изменении кинетической энергии точки, в дифференциальной форме. Д МК ПК в квадрате пополам. Пусть равно Д'АКЕ Плюс Д'АКЕ Где К от единицы до N Здесь Д'АКЕ элементарная работа равнодействующей всех внешних сил. Д'АКЕ Элементарная работа равнодействующей всех внутренних сил. Сложим все N уравнений почленно. Д'АКЕ 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 Дэфференциал суммы МК ВК Квадрат пополам будет равен сумме элементарных работ внешних сил плюс сумме элементарных работ всех внутренних сил. Но МК на ВК квадрат пополам сумме дает кинетическую энергию всей системы. Следовательно, дифференциал кинетической энергии системы равен, мы здесь повторяем сумме д-штрих АКЕ плюс сумме д-штрих АКЕ. Звездочкой обозначим. Выражение теоремы дифференциальной формы. Дифференциал кинетической энергии равен сумме элементарных работ всех внешних и внутренних сил, действующих на систему. Можно записать в другой форме. Отнесем к ДТ. То есть слева запишем производную от кинетической энергии по времени. А справа тогда будет сумма мощностей. Сумма мощностей. Всех внешних сил и внутренних сил. Обычно теорема дифференциальной формы применяется именно в таком виде. Запишем это выражение. Производная по времени от кинетической энергии системы равна сумме мощностей всех внешних и внутренних сил, приложенных к системе. Такая форма уравнения самая общая и применима к решению задач при любых законах изменения сил, в том числе и сил, зависящих от скорости. Проинтегрируем обе части уравнения со звездочкой в пределах соответствующим двум положениям системы, начальным, в котором кинетическая энергия равна Т1, и конечным, в котором кинетическая энергия равна Т2. Получим Т2 минус Т1 равно здесь будет сумма работ уже на конечном перемещении внешних сил и внутренних сил. Получили выражение теоремы об изменении кинетической энергии системы в конечной. Запишем. Это важное в технике, в механике уравнения. Изменение кинетической энергии системы на некотором перемещении равно сумме работ всех внешних и внутренних сил, приложенных к системе на том же перемещении. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от рассмотренных ранее общих теорем динамики системы, внутренние силы из уравнения кинетической энергии в общем случае не исключаются, так как сумма работ внутренних сил изменяемой системы не равна нулю. Убедимся в этом. Рассмотрим две материальные точки системы D и B. На точку D со стороны точки B действует внутренняя сила FI, а на точку B сила минус FI. Силы действия противодействия. Они равны по модулю, направлены по одной прямой соединяющей точке, противоположную сторону. Неоднократно об этом говорили. Возьмем неподвижный центр O. И положение точек определим радиус векторами. R, D и R, B. Р, D и R, B. Вычислим сумму элементарных работ этих сил FI и минус FI. Элементарную работу FI. FI. умноженное на FI. Дефинциал радиус вектора или элементарное приращение радиус вектора. Минус FI. На DRB. FI. Итак, запишем FI. Вынесем. А здесь будет тогда D. R, D, R, D минус R, B. Но R, D минус R, B или иначе R, D плюс минус R, B это вектор B, D. Поэтому далее получим FI на D, B, D. И так буквами и пишу. Разложим вектор D, B, D на две составляющие. Этот вектор D, B, D. Элементарное приращение или дифференциал вектора B, D. Разложим на составляющую перпендикулярную B, D и направленную вдоль B, D. Это обозначим D, B, D, 1. А это вот тут прямой угол. D, B, D, 2. И в записи нашей учтем это, то есть запишем будет равно FI на D, B, D, 1. Плюс FI на D, B, D, 2. На векторе FI и вектор D, B, D, 2 перпендикулярны и скалярное произведение равно нулю. Следовательно, вся эта сумма элементарных работ равна FI на D, B, D, 1. Первый случай. Система изменяемая. Расстояние между точками B, D и любыми двумя точками вообще говоря изменяется. Поэтому D, B, D, 1 не равно нулю. Длина этого вектора, вообще говоря изменяется вектор B, D. Но очевидно далее и сумма элементарных работ для всей системы К и внутренней силы тоже не равна нулю. И сумма работ на конечном перемещении внутренней силы тоже не равна нулю. Обратите внимание. Кинетическая энергия, как величина, характеристика движения системы, более полно учитывает действия как внутренних, так и внешних сил. Но отметим и второй случай. Система неизменяемая или, в частности, абсолютно твердое тело. Тогда расстояние между точками не изменяется. И D, B, D, 1 равно нулю. Ну и далее. Сумма элементарных работ равна нулю. И вообще сумма работ внутренних сил равна нулю. Уравнение, выражающаяся теорему об изменении кинетической энергии для неизменяемой системы, ну в частности твердого тела, принимает вид более простой. Изменение кинетической энергии для неизменяемой системы. Изменение кинетической энергии для неизменяемой системы на некотором перемещении равно гибраической сумме работ всех приложенных к ней внешних сил на том же перемещении. Неизменяемой же системы в правую часть этого равенства входит сумма работ и внутренних сил. В число внешних и внутренних сил входят активные силы и реакции связи. Если все связи, наложенные на систему, идеальны, то сумма работ реакций связи на любом перемещении будет равна нулю. И реакции связи, наперед неизвестные, не войдут в уравнение, выражающее теорему об изменении кинетической энергии системы. В этом одна из особенностей и ценностей теоремы об изменении кинетической энергии системы. Решим две задачи с помощью этой важнейшей из общих теорем динамики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok